Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок является первым в серии трех уроков, посвященных аористу в греческом языке. Он соответствует 22 главе в учебнике Мауса. Аорист – это еще одно из греческих времен. Мы с вами изучали настоящее время, а будущее время – имперфект, и вот теперь пришла очередь аориста. Правда, сразу же стоит уточнить, что то, что в греческой грамматике традиционно называется временами, на самом деле не время, в том же смысле, в котором этот термин употребляется в русской грамматике, а некая видовременная комбинация. Поэтому, например, имперфект – это не просто прошедшее время в греческом языке, это прошедшее время с продолженным видом. Теперь, что касается аориста, то в отношении аориста тоже очень важно обратить внимание на вид. В каком-то смысле даже еще существеннее поговорить о виде в отношении аориста, по той причине, что аорист, хотя в изъявительном наклонении употребляется для описания событий в прошедшем времени, точнее, в основном употребляется для описания событий в прошедшем времени, за пределами изъявительного наклонения уже никак не связан со временем вообще, и только имеет некоторое видовое значение. Вообще, для греческих времен видовое значение очень важно, но и в отношении аориста мы должны особое внимание на это видовое значение обратить. И более того, есть еще одна причина серьезно отнестись к виду аориста. Дело в том, что вид аориста не имеет точного аналога в русском языке. У нас есть совершенный вид и несовершенный вид. Совершенный сделал, несовершенный делал. Совершенный подчеркивает законченность действия, несовершенный не подчеркивает законченности действия и может обозначать процесс, многократность, попытку и так далее. В греческом языке есть продолженный вид в имперфекте, но более-менее соответствующий нашему несовершенному виду, есть совершенный вид в перфекте, то также подчеркивающий завершенность действия, ну и может быть еще указывающий на результаты о перфекте, мы поговорим попозже. И есть третий вид, аорисный вид или неопределенный вид. Собственно, и само слово аорис значит неограниченный, неопределенный. Что значит неопределенный вид? Это значит, что говорящий с помощью формы глагола никак не указывает на характер протекатия действия. Используя оорис, можно описывать многократно происходившие действия, можно описывать длящиеся действия, можно описывать мгновенно совершившиеся действия, можно описывать завершившиеся и незавершившиеся, удачное и неудачное действия. А оорис ничего не говорит о характере протекания действия, он просто знакомит нас с тем фактом, что действие имело место. Он в каком-то смысле напоминает фотографию. Когда мы сфотографировали какой-то момент, то мы по фотографии не можем судить зачастую, что было до, что будет после этого. У нас только одна картинка, один момент перед глазами. Но фотографу и нужно было выхватить этот момент. Он посчитал именно этот момент важным, и он представил его нам. Так вот, аорис в каком-то смысле выхватывает момент, а всю остальную информацию о том, как проходило действие, мы подчеркнуть можем не из того, что глагол употреблен в аорисе, а из каких-то элементов контекста. Так как в русском языке нет точного аналога аориста, то аорис, ну, из заявительного наклонения, которое в основном связано с прошедшим временем, может переводиться и прошедшим временем совершенного вида, и прошедшим временем несовершенного вида на русский язык. Какой вид избрать в той или иной ситуации? Ну, каждый раз нам придется принимать решение, то есть нет какого-то железного закона, хотя некоторые закономерности мы обсудим. И наша задача как переводчиков просто попробовать тот и другой вариант вида и посмотреть, насколько уместно тот и другой вариант звучит в данном контексте и не приносит ли он чего-то лишнего и ненужного в контексте. То есть мы выбираем такой вариант, который бы минимизировал какие-то лишние видовые оттенки, иногда это будет совершенный вид, даже чаще это будет совершенный вид, потому что так как Орест описывает действие в прошлом, просто сообщается, что факт действия был, и действие, как правило, в прошлом уже и было, и закончилось, и так далее, совершенным, оно описывается неплохо, но довольно много случаев, когда несовершенный вид для перевода Орест более уместен и более естественно звучит. Ну, чтобы это как-то стало попонятнее, давай давайте посмотрим на конкретных примерах. Один из примеров для глагола эфагон есть у вас в учебнике. Сначала цитата из книги Откровения, 10.10. «Хотэ эфагон аутоэ, эпикранте хэкулиэму». Когда я съел, ну, ее, в данном случае, ну, там речи идет о цветке, когда я съел это, «чрево мое стало горьким». Ну, или более литературно, «стало горького чрева мое». Эфагон съел. Ну, из контекста мы понимаем, что это было такое вот разовое событие, дали, съел и все. И речь идет не о том, что вот там ел какое-то время, продолжительность не подчеркивается, а подчеркивается съедание и результат этого съедания, и совершенный вид здесь звучит вполне естественно. Теперь пример из Деяния 10.14. «У депуты эфагон пан койнон». Это ситуация, помните, когда перед Рой есть видение, там с неба спускается сосуд со всякими нечистыми животными, звучат слова «закали и ешь», и вот Петр в ответ на это говорит «я никогда не ел ничего скверно». Здесь речь идет о том, что случалось на протяжении всей жизни Петра. И для описания вот этого вот отсутствия, конечно, происшествия, но все-таки вот этой периодичности или длительности охватывающейся жизнь Петра несовершенный вид звучит гораздо более естественно, чем если бы мы это перевели «я никогда не съел ничего скверного». Ну, давайте еще пара примеров посмотрим, чтобы мы прочувствовали вот это противопоставление. Один из текстов, мы его в самом начале при обсуждении глаголов уже упоминали, и давайте мы еще раз к нему вернемся. Это из шестой главы Евангелия от Иоанна. 58 стих, тоже же самый глагол «эфагон», и Иисус описывает Себя как «хлеб с неба сошедший», и говорит следующее. «Хотус эстин хо атос хо экс урану катабас» «это есть хлеб с неба сошедший» Дальше. «У катус эфагон хой патерас кай апитану» не как «ели отцы и умерли». Смотрите, мы можем по-разному перевести это. Здесь у нас есть эфагон, аорис, тот же самый нам знакомый, и есть еще один аорис «опетано» от глагола «умирать». Если мы переведем следующим образом, не как «ели отцы и умирали». Возникает ощущение, что отцы отравились. Помните, мы чуть-чуть это обсуждали? «Ели отцы и умирали». Вот кажется, есть такой процесс «съели, умерли, съели, умерли, съели, умерли». А можем по-другому перевести «не как «съели отцы и умерли». И тоже вот это, знаете, вот ощущение «отравились», да. А вот мы когда подбираем такую комбинацию переводов «не как «ели отцы», но действительно в течение какого-то времени ели вот эту вот манну в пустыне и «умирли». Но «умирли» здесь речь идет не о том, что «умирли» в результате съедания манны, а как-то так подводится итог их жизни, сообщается факт. И вот смотрите, для глагола «есть» естественно звучит несовершенный вид. «Отцы ели манну», и мы сообщаем факт, что было в жизни такое отцов, а не ели манну в пустыне. А потом «умирли» для глагола «умиреть» более естественно звучит совершенный вид. И опять же, с помощью совершенного вида мы сообщаем факт, что вот смерть все-таки наступила в их жизнь. Поэтому хотя два аориста подряд стоят, более того, у них даже соединены союзов КАИ и однородные члены предложения, но самый естественный перевод с учетом особенностей этих глаголов, с учетом особенностей контекста, для одного из них несовершенный вид, для другого совершенный. Они как ели отцы и умерли. Другие варианты, ну просто смотрите, я их произнес, съели отцы и умерли, ели отцы и умирали. Из-за вот видовых особенностей русского языка другие варианты порождают совсем не те ассоциации фактов действия в прошлом, которые, собственно, хотел донести до нас автор, используя аорист. Ну и еще по поводу того, как по-разному могут переводиться одни и те же слова, посмотрите, например, из Евангелия Атеана, того же, чуть раньше, 4 глава. Двадцатый стих – это из разговора с самарянкой. «Отцы наши на горе этой поклонялись». Ну, я перевел на горе. Вообще, конечно, вы уже изучали предлог N в значении V, там, творительно, худежом и так далее. «Отцы наши в горе поклонялись». В данном случае, конечно, бессмысленное выражение. Они не в горе, они на горе. «Поклонялись» – это должно помочь увидеть гибкость в употреблении предлогов. В сложных случаях обращайтесь к словарю, если у вас есть какие-то сомнения, и вы увидите, что и предлог N, и многие другие предлоги достаточно многозначны. И вот в данном случае, в контексте горы, конечно, на гораздо более уместный перевод. Ну и, кстати, еще чуть-чуть отвлекаясь, слово «орейх», «орос гора». От него, как исторически, произошло термин «граница», потому что в древности границы часто проводили по горам. А от термина «граница» произошел термин «аориста», «неограниченный», ну, отсюда неопределенный. Ну, это так. Немного об темологии. Конечно, не надо давать определение слова «орист» через слово «гора», хотя и «гора», и «орос граница», и «ороинство» неограниченный. Довольно легко запомнить, вот, просто благодаря этимологическим ассоциациям. Ну, конечно, не как способ извлечения информации. Ну, хорошо, возвращаемся в текст. Итак, «Отцы наши на горе этой поклонялись». Ну, там уже многовековое поклонение идет. То есть, если мы переведем «Отцы наши на горе этой поклонились», то создаются ощущения, что «Отцы зашли на гору, поклонились и ушли, и все». А нет, они периодически ходили на эту гору, поклонялись, и «аорис» здесь не подчеркивает никоим образом видов, вид неопределенный, а просто из общей ситуации мы понимаем, что речь идет о долгом действии, и передаем это с помощью несовершенной формы в русском языке. Но тот же самый глагол «Проскунал» тоже в «Оористе» может переводиться и по-другому. Ну, например, «Деяние 10.25». Там идет, помните, когда Петр пришел к Корнилию, и вот вторая половина стиха. «Хо Корнелиос пессон эпитус подас оску несей». Корнилий, пав к ногам, поклонился. Понятно, что вряд ли была такая ситуация, что Корнилий, пав к ногам, поклонился, поклонился. Нет, Корнилий, пав к ногам, поклонился, вызывает какую-то неправильную картину того, что произошло. Здесь было разовое, он упал и сразу поклонился. Ну, собственно, и даже благодаря падению, он и поклонился, но глагол тот же самый и тоже в «Оористе». Тем не менее, на основании контекста мы его переводим несовершенным видом. Это именно как фотография, так? Вот щелк, отцы на горе поклоняются. Щелк, Корнилий там упал и поклоняется. А то, что отцы там до и после поклонялись, ну, это мы понимаем не из фотографии, а из контекста. Что Корнилий поклонился, там встал, и они не занялись другими делами, мы понимаем не из фотографии, а из контекста. Он щелк, какой там момент нам выделил, то есть автор показал, и для автора значим факт действия. Он щелк его, и мы приняли этот факт действия, осознали. А теперь средствами русского языка мы выбираем такую форму, которая как раз помогает теперь читателю на русском языке увидеть тот же факт того же действия, и которое по возможности не привносит какой-то лишней и ненужной информации. Ну, выбор у нас между совершенным и несовершенным видом. И вот мы выбираем там, где по контексту и так есть многократность, мы ставим несовершенный вид. Там, где по контексту есть разовость, мы ставим совершенный вид, и тем самым соответствуем тому, что было в греческом тексте. Ну, и давайте еще один пример, тоже из учебника, там, из дополнительных сведений, где обсуждаются Луки 9.23. Это наставление Иисуса, касающееся следованию за Ним. Элегенде Прос Пантас. Говорил же всем, имперфект, да, элегент. Ну, здесь имперфект, скорее, для того, чтобы как-то, может быть, вывести на первый план эту речь. Ну, и, может быть, как-то подчеркнуть, что какое-то время длился разговор. Говорил же всем. Эйти стелэй, а писаму эхэстай, если кто хочет за мной идти, арнесастэ хеутон, отвергни себя, кай аратон тон стаурон ауту, кат хэмера. И, вот тут очень интересно, аратон – это аорист. И можно перевести, конечно, «возьми крест свой», но дальше стоит фраза кат хэмера «каждый день». Из, там, текстологических проблем в синодальный перевод это кат хэмера не попало, и вы, может быть, даже с ней не знакомы, если только по синодальному переводу помните эту фразу. Ну, вот здесь она стоит. И «каждый день» очень плохо звучит словом «возьми» совершенным видом. «И бери крест свой каждый день и следуй за мной». То есть вот эта имеющаяся в контексте фраза про каждый день привела к тому, что мы арато переводим несовершенным видом, подчеркивая периодичность этого. «Каждый день я беру свой крест». Но крест – это орудие казни. Приговоренный к смерти на кресте нес свой крест. Вы помните, Иисус должен был нести, хотя из-за избиения не мог это делать Симон Кириньянин. За него, ну, и взять крест – тут достаточно простой образ. То есть каждый день будь готов умереть. Каждый день будь готов к тому, что твоя жизнь может быть отдана за Христа. Но вот это вот взятие, оно здесь описано как ежедневное. Однако, если мы читаем Евангелие от Марка, 8.34, где, ну, похоже, цитируется тот же самый диалог, то там «Эти стелы описано о Кулутэйн», если кто хочет за мной последовать. «Отвергни себя, и как нам перевести? Возьми крест или бери крест?» Ну, в данном случае «Отвергни себя, Аорис», «Возьми крест, Аорис, и следуй за мною». Так как в контексте нет фразы, которая бы подчеркивала периодичность, то мы, ну, ограничиваясь контекстом только Марка, это, наверное, более естественно, переводим не «бери крест», а «возьми крест». Смотрите, в одном случае, в одном Евангелии там «бери крест каждый день», в другом Евангелии этой фразы нет, но каждый из евангелистов не полностью цитировал все сказанное Иисусом, а выбирал какие-то элементы. Обычно речи о Иисусе в Евангелиях, если вы обратили внимание, там уж совсем краткие, и наверняка доставление Иисуса было более подробным, более детальным, а ученики просто выбирают некоторые элементы, где-то суммируют то, что сказано было Иисусом, и поэтому вот эта выборка и суммирование в разных Евангелиях чуть-чуть по-разному звучит, хотя адекватно передает речь. Но вот здесь просто Аорис сообщает о взятии креста, вот факте взятия креста. А из Евангелия от Луки мы понимаем, что это взятие креста не просто разовое событие в нашей жизни, а то, что происходить должно с нами каждый день. И вот это вот осознание, что Аорис не говорит о том, разовое событие или не разовое, Аорис не говорит там долго или коротко и так далее, Аорис просто говорит, что в нашей жизни должен быть факт взятия креста. Это важное осознание и для толкования этого текста, ну и для понимания, как там разные Евангелия соотносятся друг с другом. Марк не противоречит Луки. Отсутствие фразы каждый день, да, не позволяет, может быть, увидеть у Марка все дополнительные нюансы, связанные со взятием креста. Ну, в любом случае, сообщение в Аорисе о том, что нужно взять крест, не предполагает разовость взятия креста, оно просто предполагает, что это должно быть в нашей жизни. Уж разовое, это не разовое, и как еще? Мы с вами выясняем, ну, насколько для нас возможно по контексту, ну, и из каких-то других соображений. И вот когда я много раз произношу слова разовый и неразовый, то это не случайно, потому что среди части комментаторов утвердилось мнение, что Аорист обозначает какие-то мгновенные разовые события. В отношении Аориста, где, например, иногда употребляют фразу «раз и навсегда», вот если какое-то повеление в Аористе, как бы раз и навсегда, сделай ее, все, или какое-то сообщение в области «раз и навсегда» вот это вот произошло. Ну, например, в нескольких комментариях, говорящих о «Римлянам 12.1», вы найдете вот примерно такие утверждения. Ну, давайте «Римлянам 12.1» вот с вами прочитаем. «Паракалу он хумас адовфой, дето октермон тутыло, парастеса и та сомота хумон, тусиан, зэсан» и так далее. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представить тела ваши, там, как жертву живую, там, все благоугодное и так далее, и вот это вот «варасте сай», Аорист. А в нескольких комментариях вы найдете утверждение, что раз и навсегда нужно представить свое тело как вот такую живую жертву Бога, потому что Павел употребил Аорист. Может быть и правда, раз и навсегда нужно представить, и хорошо, если вы раз и навсегда представите, но Аорист об этом ничего не говорит. Аорист лишь сообщает, что в нашей жизни должен быть этот факт представления тела Господа. Есть этот факт? Хорошо, замечательно, значит, правильно поступили. Нет? Ну, хорошо, представьте сейчас, да. Сбилось что-то? Представьте заново. В любом случае, вот факт нужен. И вот это вот настойчивое утверждение «трансы навсегда сделайте это», хотя и встречается у многих комментариях, но к ним всегда относитесь с осторожностью. Аорист имеет неопределенный вид. То есть Аорист щелк, вот, сфотографировал, да, факт, но не рассказал об особенностях процесса. А теперь мы переводим, да, представьте тело, это нормально, совершенный вид. Здесь лучше звучит, чем несовершенный, потому что если мы, скажем, представляете, возникают негде у читателей вопрос, как так представляют, что там мне для этого делать, так далее, не, не, не. Представьте, да. Представьте нормально звучит, но еще внутри себя держите. Это Аорист. И вопрос о том, разово это представление, еще как-то это представление протекает, не из глагольной формы должно браться, а из других соображений. Мы с вами долгое время говорим об этом, но вот это вот с этим необычным, непривычным к нам видом нужно познакомиться. Аорист описывает неопределенный вид, то есть наличие факта действия, а остальные особенности берутся из контекста. В изъявительном наклонении, как правило, Аорист описывает прошедшее время, за пределами изъявительного наклонения, может описывать события, произошедшие и в других временах. Но главное, помните, вот это вот особенность видового Аориста, и то, что в переводе вам всегда нужно пробовать совершенный и несовершенный вид, выясняя, какой из них наиболее гармонично войдет в тот или иной контекст.